Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Я на днях нашла на китайском сайте такой интересный способ приготовления лепешек, я не могу с вами не поделиться. Посмотрите, как мы их делали. Они получились обалденно слоенными. Нам понадобится 230 грамм муки, 1,4 чайной ложки соли, вода, она у меня горячая, нагретая, ну вот закипела, я ее налила, она чуть-чуть остыла, и такой воды нам нужно будет 190 миллилитров. Дрожжи, 1,5 чайной ложки, 1 столовая ложка растительного масла, ну и зеленый лук. В муку отправляем соль и хорошо перемешиваем. И тут же сразу заливаем горячую воду. Тоже быстро все перемешиваем. Подложим полотенчика, чтобы не лузило. Сюда же отправляем буквально прямо сухие дрожжи. Растительное масло. Перемешиваем. И уже можно тут руками помогать себе. Замешиваем тесто. Теперь уже вымешиваем. Тесто такое приятное, такое чуть-чуть горячее. Хорошо-хорошо перемешиваем, вымешиваем. Вот мне не хватило ровно 1 столовой ложки муки. Как вы видели, я немножко подпылила. И теперь прям месяц оно тесто. Ну идеально. Оно такое сейчас тепленькое, мягкое. 3 минутки вымесили. Оставляем в чашке. Накрываем пленкой. И убираем примерно на минут 40-60 для расстойки. Лук мелко режем. Тесто вылежалось. Оно не поднимается, чтобы вот так подняться. Но оно становится очень мягким и таким воздушным чуть-чуть. Теперь раскатываем его. Слегка сбрызгиваем маслом. У меня как-то не очень слегка получилось. Я так щедро. Вы так не делайте. Чуть-чуть масла нужно поменьше. Хорошо промазали. Теперь присаливаем. Еще немножечко. Присыпаем мукой. Еще немного. И посыпаем зеленым луком. Такое все прям весеннее сразу. Яркая, сочная красота. Теперь аккуратно складываем. Так, я припылила мукой стол, но, видимо, недостаточно. Мне кажется, сюда немножко еще лука. Аккуратно. Ах! Теперь наш пласт теста я вот сейчас хорошо подпылила. Берем и раскатываем. Так, даже по диагонали сделать. Раскатываем и вдоль, и поперек. Проделываем те же манипуляции. Смазываем. Слегка присаливаем. Совсем слегка. Чтобы наш лучок был вкусный. Посыпаем луком зеленым. И мукой. Теперь складываем пласт тоже вот так на три части. Накрываем тесто пленкой и даем ему полежать минут 20. Теперь раскатываем тесто поперек, вдоль. Делаем его достаточно тонким. Можно подпылить мукой стол, чтобы тесто не прилипало. Раскатали и теперь начинаем достаточно плотно скатывать тесто в рулет. Режем рулет на вот такие тонкие слайсы. И теперь, видите какая слоистость, раскладываем одну на другую. Такие лепешечки. Аккуратненько, так вот, не сильно придавливая, раскатываем, чтобы у нас все слои остались. Жарим наши лепешечки в небольшом количестве масла. Если у вас нет антипригарного покрытия, то масла можно чуть больше добавить. Жарим лепешечки на среднем огне, даже ближе к низкому, с обеих сторон. Друзья, посмотрите, какие они классные! Вот такие лепешечки, абсолютно слоистые. Вау! Смотрите, со всех сторон. Это что-то потрясающее! Они вкусные, мягкие и очень-очень ароматные. Зеленый лучок придает прям весеннее настроение. Будем готовить вместе, друзья! Присоединяйтесь к нам, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. У нас впереди много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok